Ребята, всем здорова, Саныч на связи, я вас всех очень рад приветствовать у себя на канале. Не забудь подписаться на канал и не забудь поставить колокольчик на все, чтобы не пропускать новые выпуски. Как часто ты слышал такую фразу? Если я все умею сама, если ты не участвуешь в моей жизни, зачем ты мне нужен? Давайте насладимся монологом. Я могу все это обеспечить себе, но тогда нахер мне этот парень, который в принципе не участвует в моей жизни. Участник в моей жизни под номером 28. Понимаете, та самая ситуация, когда проще поорать. Вот она просто уже сделала свой выбор и не может от него отказаться. И все, что ей остается, это защищать свою позицию. Просто я не думаю, что она отказалась бы от возможности слетать куда-нибудь на выходные в Стамбул, например, когда он бы ей это предложил. Стамбул это Турция, по-моему. Что их так всех в Турцию тянет? Наташки что ли все? Она и не откажется никогда от возможности. Как только у нее появится возможность слетать в Турцию с кем-то, она оставит мужа дома и слетает. Она сказала, Сереж, ты нормальный вообще? У меня еще 10 дней не отработанных. Я вообще-то самостоятельная. Сереженьку оставит дома и поедет в Турцию. Я, конечно, мог бы сейчас отзеркалить, сказать, что а зачем тогда мужчине, женщине, если он может там сами постирать, приготовить, там все эти домашние дела как бы сделать. Как нельзя понять, что человек создан для любви и мужчина и женщина, чтобы они вместе общались, любились, так скажем, наслаждались друг друга, получали друг от друга удовольствие просто неземное. Это же прекрасно, это же великолепно. Я сейчас не только имею физический план, хотя и он в том числе, просто общаться, наслаждаться обществом, проводить вместе время, гулять, читать вместе что-нибудь, прикалываться, беситься, любиться, конечно же, по ночам и не только по ночам. Хотя мне нравится больше с утра, но не об этом. Это же великолепно. Тут вот эта вся постоянная бытовуха. Сколько семей и пар распадается именно из-за бытовухи. Если вы так зациклены на бытовухе, не живите просто вместе, просто там какой-то гостевой брак. Просто встречаетесь, друг другом понаслаждались и разошлись там как море кодаблида. Нет, надо тут оскучковаться, надо постоянные ссоры иметь на бытовой почве, там ты кастрюли не помыла, а ты носки разбросал. Неужели вам это по приколу, а? Пишите, ребята, что вы думаете по этому поводу. Продолжение следует...